Хайфлит, сукин ты сын, как долго я тебя ждал. Ждал, чтобы ты меня сломал ко всем чертям. Чтобы ты разбудил меня, заснувшего от всех казуальных игр. Вставай, заебал ты, ёбаный шашлык! Так сказать, окунул в чан с хардкором. И у тебя это получилось. Но скажу сразу, ожидал я от игры совсем другого. Чего-то в духе Hammer Fight. Ну и хватит пустой болтовни, вылетаем. Вы на канале Брена, с вами Брен. Приятного просмотра. Великая пустыня Герат. Когда-то здесь было древнее королевство. Но междоусобные войны развеяли его былую славу. Последний из королей Герата присягнул в верности империи Романи. Наверное, эта земля проклята, вечно нести бремя войны. Семь лет назад имперский чиновник, наместник Хивы, сверг короля Герата и объявил о восстании против власти императора. И вот теперь пришел наш черед. Мы прибыли в Герат, чтобы наконец все это закончилось. Этими словами начинается игра. Нас будет наш помощник, Петр Шахин. И сообщает о скором прибытии в город Эли. В городе мы встречаем принца Фазиля. Сына того самого короля, которого свергло некое собрание. Семь лет он ведет войну с ними. Но силы не равны. И тут как противовес выступаем мы. Тут же в сцене диалога можно обратить внимание на показатели. Такие как мировоззрение наших людей, которое будет изменяться в зависимости от выбранных диалогов. Мораль наших капитанов, которые управляют судами. Если привести этот показатель к нулю, то корабль откажется вступать в бой. Или вовсе взбунтует. И отношения к нам наших союзников. Таких как принц Фазиль и Петр Шахин. После диалога Петр разъясняет нам наши дальнейшие действия. А именно взятие города Ур. Первой точкой на нашей дороге будет город Шимри. Где свершится наш первый бой. На самом деле, концептуально, боевая система недалеко ушла от Хаммерфайт. У нас есть поле боя, по которому мы вольны перемещаться с помощью клавиатуры. И несколько противников в разных весовых категориях. Но на этом сходства заканчиваются. А сейчас поговорим о различиях. Это и переход от орудий ближнего боя к огнестрельному. Плюс ко всему, ракеты и контрящие их вспышки, бомбы, ПВО, авианосцы с истребителями. Опции во время боя тысячи. Следующая остановка город Кальху. В этом городе мы встретимся с ПВО противника. Наземный транспорт, который в принципе во время боя можно игнорировать, если умело уходить от ракетных атак. Покончив с воздушными единицами противника, бой завершится. И мы сможем приземлиться в городе. Внутри мы встретим Имлана Хариша. Тархана, которого нужно уболтать, чтобы он присоединился к нашему военному походу. И обставлено это как карточная игра, где нам нужно выбирать действия, которые могут понравиться нашему оппоненту. А что ему может понравиться, мы можем понять по его одежде, лицу, роду деятельности. Удачно пройдя этот этап, мы получаем свое распоряжение капитана с судном, которое можем использовать в бою. После приятной беседы с Тарханом приходит сообщение от адмирала Дауда. С приказом занять город мелко. И ожидать в нем его прибытия. Ну, приказ есть приказ. По коням. Пробив оборону города, мы встречаемся с адмиралом Тет-Атет. Он передает нам указания о захвате города Ур, где мы должны встретиться с эскадрой адмирала Скобелева. Также, за наши заслуги, адмирал Дауд передает нам в пользование крейсер Диана и несколько фрегатов класса Интерпит. И у нас появляется выбор принять все и получить боевую мощь. Или отказаться от фрегатов и получить уважение Дауда. После нас знакомят с механикой перехвата радиосообщений, в которой нам нужно правильно выставить частоту сигнала и пелинг. В них мы можем получить информацию о перемещениях противника или торговых караванов, которые можно ограбить. Поначалу эти сообщения будут без шифровки и просто читаемы. В дальнейшем же нам понадобится шифр, чтобы понять, что мы получили. Шифр можно получить после захвата города или подобрать, найдя повторяющееся слово, например, чей-нибудь позывной или слово-координаты, часто использующиеся в таких сообщениях. В перехваченном нами радиосообщении ударная группа противника сообщает, что следует в город Кушан. И поверьте, с ними лучше не встречаться. Даже если вы их одолеете, на ремонт кораблей придется потратить кучу средств и времени. А время в этой игре ресурс важный, намного важнее, чем деньги. На подлете к городу Петр предлагает нам послать ударный отряд вперед, чтобы тот уничтожил силы противника до того, как он успеет сообщить о нашем приближении. Так и поступим. И отправив парочку буревестников, расправляемся с легкими целями. Далее взятие города Ур. Бой будет жарким. И Петр просит нас не рисковать людьми и в случае необходимости запрашивать помощи у адмирала. Каждая такая просьба будет отнимать одну единицу отношений с персонажем. Мы можем попросить не только боевой поддержки, но и финансовой у принца Фазиля. Далее будут открываться еще больше опций. Но это только впереди. А сейчас Ур. В Уре нас ждет большой отряд противника, состоящий из шести корветов и двух ПВО. Но грамотно уклоняясь и нанося атаки в слабые места, можно без проблем одержать верх даже в таком бою. После взятия города нас встречают как героев. Также мы получаем радиограмму от Скобелева, в которой он сообщает, что получил приказ вернуться домой. На утро шестого дня с поста доложили о приближении с юга крупного судна. Все наши силы были приведены в боевую готовность. Одинокий корабль не выказывал признаков агрессии и неспешно приближался. Быть может это от Скобелева? С надеждой переглядывались офицеры. Когда корабль подошел ближе, в нем опознали крейсер императорского флота Севастополь. Огромный как гора, тяжелый крейсер поражал воображение. Мы выстроили почетный караул и приготовились встречать экипаж. Каково же было наше удивление, когда по рампе спустился высокий элоим в золотой маске, а за ним бесконечной чередой выходили обожженные и раненые люди. Все – романи, все – жители метрополии. Нас ожидала страшная новость. Два дня назад столица империи подверглась атомному удару. В один час оплот Саяди был превращен в чадящую радиоактивную пустыню. Остатки императорского флота вели беспорядочные сражения с наступающим флотом собрания. Мы были в смятении и не знали, что делать дальше. Большинство из нас желали вернуться в метрополию и присоединиться к битве, даже понимая, что эта война, скорее всего, уже проиграна. Через неделю мы узнаем, что столицу разбомбили ядерными ударами и превратили наш дом в пустоши, наполненные мирным атомом. А Петр хочет предложить свой план ввиду последних событий, а именно выполнить первичный приказ – взять Хиву. Он уверен, что в Хиве находится некий реактор, который очень важен для собрания. И если мы его захватим, то у нас появится ценный аргумент в переговорах с противником. Также Петр заявляет, что пока не ясна судьба императора Романи, мы единственный легитимный наследник династии, а значит возглавлять кампанию по захвату Хивы и реактора будем именно мы. Так заканчивается пролог, и начинается игра. Когда начинается игра, нам дадут выбрать корабли в свой флот. Но выбирать нужно с умом. Нужно соблюсти общую скорость флота, да и каждое судно выйдет в копеечку, а их еще и заправлять нужно. А если решишь набрать гигантский флот, то будь добр жертвовать дальностью перемещения. И выйдя на карту, мы открываем для себя то, что эта игра Рогалик. Вот тут я был удивлен. Я ожидал увидеть рельсовую сюжетку с вилками выборов, а мне предложили Рогалик. Окей, Рогалик и Рогалик. Смотрим на карту. Здесь куча городов. Наша цель Хива, далеко на севере. Нам придется пробираться из Ура через всю карту, грамотно лавируя между патрулями и ударными группами противника. Во время игры вы будете встречать разные события. Некоторые из них случайные. Например, вышка радиостанции, которую можно разобрать и получить с этого детали и деньги. Или же починить и получить разведданные о противнике. И таких событий в игре куча. За 20 часов игры при каждом новом старте я гарантированно получал 2-3 новых события. Второй тип событий сюжетные. Они появлялись у меня в каждой игре. Например, радиосообщение от сына сверженного короля Герата. Если найти его, то он присоединится к нашей флотилии без уговоров. Также в какой-то момент, в то время, когда должно быть утро, утро не наступит. Люди будут встревожены, и нам нужно будет их успокаивать. Тут-то и вступает в игру мировоззрение людей, о котором я говорил ранее. От этих показателей будет зависеть успех того, что мы скажем. Также в городах нам будут встречаться Тарханы, которых мы можем уговорить вступить к себе во флот. И если у него будет новый корабль, то при следующем старте мы можем взять этот корабль себе изначально. Помимо Тарханов, есть обычные наемники, которых можно купить за деньги и пользоваться их кораблями. Окей, дамы и господа, пришло время, наверное, рассказать про геймплей. Те, кто играл в старенький Silent Hunter, окажутся в этой игре как дома. Ну а тем, кто впервые слышит о серии игр про подводные лодки или что-то похожее, будет немного некомфортно. Все, что вы видите на экране, это важные части игровых механик. Даже линейка с циркулем не менее важны, чем умение грамотно летать и стрелять. Но давайте по порядку. Про перехват радиосообщений мы с вами уже поговорили. Второй по важности элемент – это радар. На нем отображаются воздушные цели, соответственно, чем больше объект в игре, тем больше объект на радаре. А как вы знаете, радар работает следующим образом. Он отправляет сигнал. Сигнал отражается от чего-либо, в нашем случае от корабля, и попадает обратно в радар. И на основании этих данных, зная скорость сигнала и время, потраченное на отправку и прием, мы можем узнать размер цели, количество целей, расстояние до цели и даже скорость цели, если провести анализ нескольких импульсов. Но, как вы могли его слышать, радар излучает сигнал. А значит, этот сигнал может принять противник и понять, что мы находимся где-то рядом. И поэтому не стоит всегда держать радар, включенным на полную. Либо выключить его полностью и включать, когда это необходимо. Либо сканировать определенный сектор. А ловят этот сигнал РТР, или же станция радиотехнической разведки. Итак, для начала, это не телефон вашей бабушки, а серьезное военное оборудование, которое поможет вам не попасть в засаду. И давайте разберемся, как же она работает. Как вы можете увидеть, на РТР всего два показателя. Это пеленг с шагом в 30 градусов и сила сигнала. Когда мы обнаружим работу чьего-то радара, загорится индикатор пеленга, обозначающий примерное направление в сторону принятого излучения. И сила сигнала, показывающая примерное расстояние до излучения. Сила сигнала делится на 5 пунктов. Каждый пункт – это примерно 300 метров на глобальной карте. Значит, что если мы ловим слабый сигнал с пеленгом 60, это значит, что примерно на расстоянии в 1200-1500 километров в направлении на 60 градусов кто-то пользуется радаром. Но это лишь примерно. А поточнее можно, спросите вы? А я отвечу, что можно и поточнее. И тут в силу вступает черчение. Те же данные, что и в прошлом примере. Слабый сигнал на 60. Берем линейку и чертим линию на 60 градусов. И начинаем движение перпендикулярно сигналу. Ждем, когда пеленг сменится на 90 градусов. Фиксируем эту точку и чертим линию на пеленг. И получаем пересечение линий. Это называется треангуляция. Этого уже достаточно, чтобы понимать, куда лететь не нужно. Но если вы хотите закошмарить противника ракетами и добить ослабленных, то потребуется больше данных, чтобы не запускать ракеты в молоко. Следующий инструмент это оптико-электронная станция. Она не излучает никаких сигналов, а только принимает. Значит по ней нас не вычислят. А принимает она тепловой сигнал. К таким относятся ракетные двигатели кораблей или ракет. Внешний круг показывает силу и направление теплового излучения. Далее необходимо настроить пеленг на сигнал. И на ИК-мониторе можно отследить, движется объект в сторону или же летит прямо на нас. Ну а если вы услышите о приближающемся сигнале на ОС, то скорее всего это... Окей, с левой частью интерфейса разобрались. Переходим на правую. Для начала у нас есть панель пуска дальних ракет. Для того, чтобы их пустить, переключаем тумблер, выбираем направление и нажимаем на красную кнопку. Только будьте аккуратны с атомными ракетами, когда вы не готовы к атомной войне. Так как после вашего первого пуска, по вам тут же откроют огонь из таких же атомок. Также для запуска ракет нужны корабли и ракеты-носители, способные запускать эти самые ракеты. Ракеты эти способны просто вырывать куски от кораблей. Далее экран состояния кораблей, на котором можно оценить целостность флота и распределить уровень топлива при разделении флота. И расчет внезапного удара. От него зависит насколько быстро нас смогут обнаружить при атаке гарнизона. Настройка тяги флота, от которого зависит скорость полета и мощность двигателей. Благодаря этому, напомню, нас смогут отследить на тепловом экране. И финальный элемент экрана – это подготовка авиаударов. Очень полезная механика для разведки и, возможно, устранения наземных ПВО противника бомбардировщиками. Для запуска самолетов у вас во флоте должен быть авианосец с самолетами на борту. Авианосцы не очень полезны в бою, но на глобальной карте показывают себя хорошо. Оставшиеся элементы интерфейса на глобальной карте отображают количество топлива, денег, запчастей и скорость флота. Теперь давайте поговорим о боях. Как я говорил ранее, опций куча. Это и тяжелые крейсеры, разрывающие на куски корабли противника один за другим. Это и легкие кораблики, на которых можно как оса летать вокруг толстячков и надоедать им своими пулеметами, аккуратно прошивая броню, постепенно пробираясь к топливным бакам или боеукладкам. Ракета-носители, которые способны вылететь на разок, сделать залп из всех орудий и отступить. Бомбардировщики для атаки целей, пока они сидят на земле. Авианосцы, способные выпустить свои самолётики, которые умрут в бою вместе с самим авианосцем. И куча разных типов боеприпасов. Малый калибр, большой калибр, поджигающие на любой вкус. Также на бой у нас есть ограниченное количество топлива, по истечении которого нужно ориентироваться с поля боя и менять корабль на другой. А при критическом поражении корабля необходимо спасти экипаж, выпустив спасательные капсулы. После боя экипаж будет распределён по выжившим судам. Ну и на этом с первой частью покончено. Во второй части я подробнее расскажу о сюжете, поговорим обо всех событиях, которые можно встретить в игре, и также о работе редактора. Спасибо за просмотр, удачи и до скорой встречи на этом канале. Редактор субтитров А.Семкин